Здравствуйте, уважаемые рыболовы! По первому льду рыба клюет на любом водоеме. Это может быть озеро, пруд или река. Окунь при увеличении толщины льда опускается на глубину. Обитает он на границах льда и чистой воды, в водорослях. Окунь охотится большой стаей утром и вечером. С одной лунки можно выловить до 10 штук. А вот налим на первой льде ловится после достижения льдом толщины в 10 см. Делать это нужно у берега на блесну. Наиболее активный клев начинается вечером. А вот рыбалка на реке с течением перед первым льдом более опасна, так как она не отличается однородностью. При сильном течении образуются завихрения и лед становится более тонким. Глазам это трудно заметить. При провале можно легко попасть под лед. Для ловли на реке с течением используют мормышки с кивком, балансиры, вертикальные блесна, поплавочные удочки с кивком, микроджиг и зимние жерлицы. А вот в любом стоячем водоеме искать рыбу следует, начиная с мелководья. Затем постепенно можно смещаться на глубину, но не забредать на опасный лед. Для того, чтобы понять, есть ли рыба в лунке, не следует засиживаться более чем на 5 минут, если, конечно, не предполагается приманить рыбу с помощью прикормки. Много лунок на одном месте сверлить также не нужно. Лучше облавливать большие площади. И только когда удастся наткнуться на рыбу, можно начинать сверлить лунки недалеко друг от друга. Рыбалка по первому льду дает рыболову первый заряд бодрости после затянувшегося межсезонья. Настойчивость и умение обеспечат достойный улов даже за короткий световой день, поздней осень или ранней зимы. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова